Взятки за тюрьму привели в колонию Взятки за тюрьму привели в колонию Бывший замодиректор АФСИН получил 3,5 года Коммерсант от 20 июня 2019 года, 17-20 В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний ВСИН, Николаю Баринову Он обвинялся в получении взятки в размере 44,1 миллиона рублей При строительстве следственного изолятора Кресты-2 Подсудимый, признавший вину и сотрудничающий со следствием Получил 3,5 года колонии строгого режима И оштрафован на 950 тысяч рублей При том, что в трениях прокуратура просила для него более мягкое наказание Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Смольнинский районный суд огласил приговор по делу в отношении Николая Баринова Признав его виновным в получении взятки в крупном размере П. Г. Ч. 4 статья 290 УК РФ в прежней редакции Суд установил, что в июле 2007 года Баринов договорился с бывшим гендиректором ООО Генеральная строительная корпорация ГСК Виктором Кудриным и директором ООО Петроинвест Русланом Хамхаковым О получении откатов в размере 12% от суммы, перечисленной ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для строительства СИЗА ООО ГСК выступало генеральным подрядчиком при строительстве СИЗА Кресты-2, а ООО Петроинвест – основным супподрядчиком Деньги поступали сначала на счет ООО ГСК, а затем переводили супподрядчику В ходе трех передач, которые проходили с ноября 2007 по август 2008 года, Николай Баринов, по материалам дела, получил не менее 44,1 миллиона рублей Оглашение приговора, как и все заседания по делу, проходило в тюремной больнице имени Гааза, расположенной в Ленинградской области В прениях прокуратура просила для фигуранта 2,5 года лишения свободы со штрафом в размере 1 миллион рублей Адвокаты просили ограничиться сроком, который подсудимый уже провел за решеткой При задержании в ноябре 2017 года экс-замглавы ФСИН подозревался в получении взяток в размере 110 миллионов рублей При избрании меры пресечения ему предъявили обвинение в получении лишь 55 миллионов рублей Затем, к концу предварительного следствия, размер взятки уменьшился до 44,1 миллиона рублей Защита Николая Баринова отказалась от детальных комментариев по делу, уточнив, что приговор был достаточно большим и мотивированным Теоретически обжаловать будем, но до получения приговора на руки говорить об этом сложно, сообщил твердый знак один из адвокатов Напомним, изначально своей вины Баринов не признавал Прежний адвокат осужденного заявлял прессе, что его подзащитный готов с открытым забрал им дать честь на все пояснения 25 марта позиция экзем главы ФСИН поменялась, он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой Назвав новые эпизоды и причастных к хищениям лиц По некоторым данным, он давал показания против своего начальника, бывшего главы ФСИН Александра Ремера В июне 2017 года тот был приговорен к 8 годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей Суд признал его виновным в мошенническом хищении более 2,7 миллиарда рублей, выделенных ФСИН из бюджета на электронные браслеты Цена на их закупку была завышена в несколько раз В конце мая суд отказал Александру Ремеру в условно-досрочном освобождении Как прошли прения по делу об откатах при строительстве крестов? Против самого Николая Баринова показания в рамках своего досудебного соглашения давал директор компании суподрядчика ООО Петроинвест Руслан Хамхаков Из его обвинения эпизоды дачи взяток бывшему замглаву ФСИН исчезли Руслана Хамхакова в марте этого года приговорили к 5 годам условного лишения свободы с таким же испытательным сроком за передачу взяток бывшему заместителю начальника регионального ГУФСИН Сергею Майсиенко В приговоре указано, что в период с 2010 по 2015 год он выплатил ему 388,5 миллиона рублей Несколько дней назад Сергею Майсиенко предъявили обвинение по делу и отправили под стражу до 13 августа Это произошло сразу после оглашения оправдательного вердикта присяжных по делу об убийстве одного из кураторов строительства Сизокресты Николая Чернова Следствие считало, что Сергей Майсиенко подстрекал петербургского предпринимателя Сабира Садыкова к убийству Бизнесмен Садыков, по версии следствия, узнал, что Николай Чернов собирает документы о различных ошибках, недочитах и хищениях при строительстве нового следственного изолятора Кресты На заседаниях Сергей Майсиенко заявлял, что ему ничего не известно о взятках и хищениях при строительстве Свою вину фигурант полностью отрицает Марина Царева, Санкт-Петербург